привет зрители мы будем сейчас играть смотреть видео а не играть сейчас опа 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 о о ксё чё чё это за каска фу ой чё это нет давай это забейте у меня насморк не плохо ходит я не болею вот почему о Ох, всё, наконец. Жуткий продавец мороженого, похищенный человек, странный и запутанный сюжет? Что ж, мои дорогие теоретики, кажется, у нас новый претендент на типичную игру хоррор с запутанным лором. Нет, на самом деле, вы не замечали, как все эти игры похожи между собой? То есть везде есть жуткий, как непонятно что, главный злодей, странный и непонятный сюжет, в котором можно рыться до бесконечности. А также главный ингредиент, в игре обязательно должны присутствовать дети. И чтобы игра точно хайпанула, с ними обязательно должно случиться что-то очень нехорошее по сюжету. В любом случае, что-то меня понесло. Давайте лучше разберем сюжет Айскрим в рамках данного мини-выпуска жутких теорий. Я уже побегу доделывать огромный двухчасовой выпуск по педскопу, потому что он уже почти на финишной прямой. Привет тебе, зритель! Добро пожаловать в жуткие теории. В шоу, где сегодня мы будем снова разбирать игру, где в центре внимания находятся странные злодеи, похищающие детей, имеющие дикое желание похитить еще и нас. Такое ощущение, что где-то в мире есть специальная школа, где обучают делать подобные игры. В любом случае, что же именно происходит в Айскрим? Да, мы сидим у себя дома, как вдруг становимся свидетелями похищения ребенка продавцом мороженого. Так как мы играем, судя по всему, за не очень умного человека, который не додумался позвонить в полицию, мы сами решаем проследовать за грузовиком. В итоге все это заходит настолько далеко, что мы пробираемся внутрь, катаемся вместе с жутким мороженщиком по городу и решаем разного рода головоломки. В конце концов, после успешного забора всех предметов и раскрытия загадок, нам все же удается спасти похищенного ребенка, за что взамен он дарит нам блендер. Зачем он вообще носил его с собой? Ладно, так или иначе, а с какой вообще целью мороженщик похитил ребенка? То есть, как подсказывает мой опыт в разборе подобных игр, у всех таких маньяков есть какой-то мотив, а иногда даже не определенная цель. И какая цель у мороженщика из Айскрим? Окей, это, возможно, самое глупое, что можно было придумать, но просто взгляните сюда. Эй, куда вы смотрите? Вы решили посмотреть на мой крутой шмот? И вам интересно, где я его взял? Что ж, специально для подписчиков моего канала сайт Всемайки.ру, кроме как на их сайте. Также в НЕИНТЕЛЕСКОМ Всемайки.ру вам с радостью помогут. В качестве бонуса с сайтом Всемайки.ру и мороженщика. В игре есть явно подсказка на то, зачем же он именно похищает людей. Если вы наполните канистру бензином, после заправите машину, а далее на ней протараните один из проходов на парковке, то вам откроется одна из секретных комнат игры. В ней при помощи инструмента можно ввалить один из прожекторов, и вам будет доступно странное помещение на этаж ниже. В нем можно найти одну из запасных масок главного антагониста игры Рода, что следует из его бейджика на груди, а также дневник Рода. Из него выясняется, что Род еще с 27 сентября 1972 года планировал похищать детей. Из всего сказанного в дневнике можно сделать вывод, что в отличие от всех остальных подобных антигероев, Род просто сумасшедший. То есть у соседа хотя бы было какое-то горе в жизни, которое пошатнуло его личность, а Род, он просто Род. Он непонятно почему решил, что он мститель и герой, и что при помощи одного из секретных ингредиентов в мороженом он планирует делать людей толстыми, как взрослых, так и детей. А позже при помощи второго мороженого он планирует зачем-то их убивать. Это не имеет никакого смысла, но мы уже это сто раз проходили, сейчас практически не выходят действительно стоящих игр с продуманным сюжетом, а если и выходят, то их никто не смотрит. Есть правда исключения, по типу недавно вышедшей Little Misfortune, которая явно сделана с душой и продумана до мелочей, так что мне хотелось бы ее очень сильно разобрать когда-нибудь. Но, во-первых, я ее пока что даже не допрошел, а во-вторых, я делаю сейчас огромный разбор пицкопа, и все мое свободное время буквально уходит на него. То есть, серьезно, это, наверное, будет один из самых крутых и масштабных роликов, что я делала в своей жизни, и всем еще раз спасибо, кто его ждет, мне очень нравится, что эта тема интересна не только мне. В любом случае, мы увидимся, наверное, через неделю-две в еще одном подобном мини-выпуске, И уже после него я планирую выпустить огромный трехчасовой разбор пицкопа, и далее нормализовать выход роликов, как это было раньше, раз в неделю по 10-20 минут. Хотя, если вам зайдет огромный разбор пицкопа, то, может, я вообще перестану делать короткие видео, и буду делать только такие вот большие ролики от часа-двух. Время, пока! А пока посмотрите мои другие выпуски жутких теорий и ста... Вот... Вот и закончено наше видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok